Здравствуйте дорогие друзья. Продолжаем серию фильмов рассказывающих о Тульском некрополе. Более года назад вышел фильм повествующий о Всесвятском кладбище. Месяц назад мы рассказали про Спасское кладбище, а сегодня у нас экскурсия по Чулковскому кладбищу города Тулы. Основная цель посещения старинных кладбищ это выявление самого раннего захоронения, точнее его даты, и отслеживание погребальной символики и типов надгробий по временным периодам. Друзья, кто не смотрел фильмы про Всесвятское и Спасское кладбище, то ссылочки будут в описании и в конечной заставке. После осмотра Всесвятского и Спасского кладбищ города Тулы можно подвести некоторые итоги. Собственно, фильмы про Спасское кладбище мы их уже подвели, но буквально в двух словах напомню. Согласно официальной истории, надгробие наподобие саркофага или обелиска считается тесаным камнем. Якобы это искусная резьба по камню очень умелого мастера, работавшего молотком и зубилом. Однако, в большинстве своем это отливки из материала, напоминающего бетон, чаще всего на основе известково-песчаной смеси. Повторюсь, в большинстве случаев это отливка, но иногда встречаются изделия из натурального камня. О том, что это отливка можно понять по арматуре, которая торчит из некоторых надгробий, а также по однородной структуре камня на сколах. А еще именно метод отливки позволил наладить массовый выпуск одинаковых могильных надгробий, как в самой Туле, так и в селах ближних и не очень. Причем даже там, где нет выхода на поверхность природного камня. Кстати, умение отливать надгробия не появилось сразу вдруг из ниоткуда. Это искусство берет свое начало в отливке архитектурных элементов зданий. Тяркий пример – Сисхиатский храм в Плавске. Кто не видел, очень рекомендую, так как там четко видна летая структура камня для постройки. Так вот, везде эти надгробия имеют одинаковые размеры и символику в виде солярных символов. И существует несколько типов размеров надгробий. И все эти надгробные камни, где бы они ни находились, хоть в Московской области, хоть в Тульской, хоть в Калужской, все они вписываются в эти типоразмеры с точностью до миллиметра. Таким образом, методом отливки массово изготавливались типовые заготовки надгробий, так сказать, заранее. Впоследствии на них воцарапывались любые надписи и символы. Использование изысково-песчаной смеси для отливки надгробий позволило сделать этот процесс дешевым, быстрым и массовым. Именно поэтому даже на сельских кладбищах, глуши, мы видим такие же красивые надгробия, как в крупных городах. Тут хочу заметить, что изначально на таких заготовках не было крестов. Кресты на верхней части саркофага стали появляться позже, примерно с середины 19 века. Для этого не пришлось даже переделывать всю отливочную форму. Именно поэтому на некоторых надгробиях по бокам имеются солярные символы, а сверху крест. А на других только солярные символы по бокам без креста сверху. Также примерно с середины 19 века происходит постепенный переход от использования горизонтальных надгробий типа саркофаг к вертикальным типа обелиск с окончательным вытеснением солярной символики и остается только крест. Теперь, друзья, предлагаю вам самим в этом убедиться, но прежде чем начать свой рассказ, хочу зачитать немного официальной информации, как говорится, для справки. Чулковское кладбище – третье по времени основания городское кладбище Тулы и входит в состав музея Тульский некрополь. В 17 веке за тульским посадом находилось село Рождественское Чулково-Тож. Здесь была слобода засеченных сторожей, а также казенных кузнецов и крестьян, приписанных к заводу Демидова, а позже и к кружейному заводу. Эта слобода и дала одно из названий появившемуся в конце XVIII века на ее окраине, близ реки Тулицы по Госту. Третье городское кладбище устроилось позднее всех. Место под захоронение было отведено в 1790 году, близ прежнего, в Чулковой слободе, кладбища. Через пять лет началось строительство церкви. Кладбищенская церковь во имя великомученика Дмитрия Солунского была торжественно освящена в 1801 году, а в 1828 году к храму пристроили еще два предела. Храм похож на такой же на Спасском кладбище, но более простой и имеет меньшие размеры. В настоящее время площадь Чулковского кладбища составляет около семи гектаров. В ряде источников это кладбище называется цеховым некрополем тульских оружейников, хотя точнее его назвать кладбищем Тульского оружейного завода. Здесь похоронены командир оружейного завода Александр Сиверс, герой Отечественной войны 1812 года, генерал от артиллерии, командир оружейного завода и тульский военный губернатор Густав Ройнгольд фон Штаден, которого в Туле именовали Естафием Евстафьевичем, а также главные механики завода Иван Джонс и Алексей Михайлович Сурнин. Сурнин стал прообразом знаменитого тульского левши. Кроме того, на Чулковском кладбище захоронено множество известных в Туле людей, промышленников, купцов, дворян, среди которых можно выделить купцов воронцовых, поставлявших самовары императорскому дворцу. Также имеются братские могилы защитников города, погибшие во время Великой Отечественной войны. Всего на территории тульского некрополя погребено около 5000 воинов, погибших в боях за наш город. Чулковское кладбище представляет огромный интерес с точки зрения количества и художественного уровня, сохранившегося до нашего времени надгробных памятников 18-19 веков. Белокаменные надгробия украшает тончайшая резьба, аналоги которой не встречаются больше ни в одном регионе. Узоры с букетом напоминают подобный уникальный орнамент на тульских оружейных рукотятках и прикладах. Датированы они 1770-1880 годами. На многих могилах установлены гранитные плиты и кованые кресты. Конец краткой официальной исторической справки. Если посмотреть на карте местоположения этого кладбища, то находится оно рядом с заводом Штамп, про который уже вышел фильм на канале. Завод этот принадлежит структуре ВПК и известен тем, что выпускал патроны для различных типов оружия и самовары. Однако с расположением кладбища не все так просто. Если посмотреть карту за 1790 год, то мы видим на месте кладбища водоем, который называется Демидовский пруд. И церковь получается стоит у самой воды. Значит или карта неточная, или кладбище появилось позже. В официальной информации постоянно подчеркивается резьба по камню. Мы видели эту резьбу по камню на всесвятском и спарском кладбищах. Теперь давайте посмотрим и здесь. И чаще всего нам бросаются в глаза процарапанные надписи. Причем стиль надписи очень сильно отличается от стиля украшения самого надгробия. Как будто или ребенок царапал, или пьяный. То есть если здесь он обветшал, есть выветривание, то с этих сторон он как-то слишком хорошо виден. Они вообще походу типовые были. Ну да, вот меня это и смущает, что они так вот все все так вот одинаково сделаны. Здесь еще не процарапали, значит. Да-да, сейчас, секунду. Видим гранитный блок. Надпись уже сбита. А сверху предмет, который вставлялся в отверстие, был залит свинцом. На другом гранитном блоке надпись настолько плохо сделана, что ее почти не видно и потребовалось ставить дублирующую табличку. Да, тут не видно. Не верст. Ро-ро. Зато на бетоном обелиске середины 19 века хорошо читается молитва с обратной стороны, а с лицевой имеется погребальная икона, уже выцветшая. А это мраморный крест знаменитому тульскому левше. Это новодел. Красивый и аккуратный для туристов. А вот рядом лежит якобы оригинальный памятник. Но обратите внимание, надписи процарапаны криво и неаккуратно. Но он выглядит по-другому. Друзья, весьма показательный памятник. Его используют повторно. Это видно по белой табличке. То есть этот памятник взяли с чьей-то могилы и поставили сюда, просто прикрутив другую надпись. И не говорите, что габра очень дорогой природный материал. И возможно мастер просто сколол лишнее. Поэтому закрыли табличкой. Этот памятник полностью, кроме таблички, это отливка. Возможно табличка тоже отливка, но это непонятно. А вот про сам памятник понятно по железной плите сверху. Которая даже не имеет четких границ и переходит сразу в структуру камня. Механически так вставить металл в камень невозможно. А вот если залить металл сверху полимером, то получится единое целое. Все вот эти изгибы. На рядом стоящем, уже бетонном обелиске, мы видим Мальтийский крест. Средина 19 века. С религией еще не определились. С крестом. Да, но только крест этих самых. Как он? Нет, не католический. Что интересно, но большинство гранитных блоков валяется далеко от дорожек, в кустах. Видимо, никому не нужно, чтобы их видели люди и ценили качество обработки камня. А вот отлитые саркофаги с солярными символами, хоть и валяются возле дорожек, но также в зарослях или под кучей мусора. Продолжение следует... Изредка попадаются саркофаги из черного гранита. А еще встречаются бетонные обелиски с крестом из нержавейки. А он бетонный, здесь есть опаловая такая... Угу, арматура. Да, арматура так чуть-чуть взялась. Да, вон видно, внутри даже кирпичи забутованы. А это чугунный обелиск с пьедесталом из листов железа, с палец толщиной. В целом, общее впечатление, Чулковское кладбище такое уже заросшее и запущенное, как и Спасское. По частоте и порядку, Всесвязка немного выигрывает, но это, видимо, только потому, что оно находится практически в центре города, а Спасское и Чулковское на окраинах. Продводя итог, по нашей теме можно смело сказать, что все увиденное на других кладбищах здесь подтвердилось. А именно, нет захоронения 18 века. Христианская символика появляется с середины 19 века. В качестве надгробия используются типовые блоки, изготовленные методом отливки. Сначала горизонтальные, а затем, опять же, с середины 19 века, вертикальные. На поздних горизонтальных начинают появляться христианские символы, совместно с солярными. На вертикальных остались только христианские, причем разных направлений, а солярные исчезли совсем. Справедливости ради нужно отметить, что горизонтальные надгробия в незначительном количестве продолжали применяться и после середины 19 века, но в большинстве своем уже без солярных символов. Также хочу отметить, что на протяжении второй половины 19 века изготавливались особые гранитные надгробия в ограниченном количестве, но все же изготавливались. Метод изготовления которых так и остался неясен. Возможно, также отливка на основе полимерного вяжущего, либо очень искусная обработка алмазным режущим инструментом. Однако и то и другое говорит о высоком технологическом уровне развития, гораздо выше, чем принято считать официально. Друзья, несмотря на то, что основные моменты ясны и понятны, мы продолжим изучение старинных кладбищ, так как каждый раз нас подстерегает что-то интересное, и все, что мы увидим, все покажем вам. Как раз сейчас готовится материал по Свято-Дмитриевскому кладбищу, что в городе Советской Тульской области. Там есть один момент, который, надеюсь, будет вам интересен, поэтому не пропустите. А на сегодня я с вами не прощаюсь. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До скорых встреч.